Друзья, всем привет! Сегодня мы с Денисом на канале, угадайте какой, канал Твой Игровой, играем в настольную игру Catapult Kingdoms. Ее вы, кстати, сможете приобрести по ссылке в описании к видео в магазине Низаганс. Я думаю, что многие из вас этот магазин знают. Итак, что вас сегодня ждет, друзья? Мы вам покажем, как играть в базу, первым делом. Потом будем добавлять постепенно дополнения, и в общей сумме мы, наверное, сыграем партии 3. Игра небольшая, она длится около 20 минут. И смысл ее заключается в том, что вы сначала строите из вот таких прикольных штук свою крепость. Они довольно увесистые, кстати. Ну, не скажу, что прям металлические, но увесистые. Строите по определенным правилам свою крепость, выставляете на ней своих чуваков. Вот я представляю семейство Шафо. Нет, Каннингтон. Каннингфилдс. Каннингфилдс и семейство Шафо. Да, они представлены такими вот прикольными большими миниатюрками. И ваша задача будет при помощи оружия, в данном случае катапульта у нас в базовой игре, выстреливать снаряды и рушить крепость врага. Выиграет тот, кто останется. У него хотя бы один чувак, а у соперника не останется. База на двоих. С дополнением Artificer's Tower тоже добавляется новое оружие, новые элементы крепости. Там таран добавляется, вот он нарисован. Тоже позволяет играть на двоих. А вот Сидж, дополнение Осада, позволяет вам уже сыграть на четверых. Там добавляются еще два набора миниатюр, новые элементы крепости, оружие новое, баллиста. Снаряды новые, новые карточки. В общем, сейчас обо всем по порядку. Смотрите, в базе идут, кстати, вот такие вот поля. Да. Да. Отдельно продаются маты специальные. Вот, очень прикольные. Можете их покупать, можете не покупать. В общем, они идут отдельно. Мы будем играть на них. Первым делом мы должны собрать свой замок. У нас есть 16 вот таких штучек и ворота. Ага. Смотри, у нас очерчена граница. Вот, все детали замка должны быть внутри этой границы. Хорошо. Также вы можете ставить... То есть у тебя я не могу свой замок построить, да? Нет. Ты можешь строить их, то есть располагать друг на друга, но они должны лежать. Они не могут выставляться вот так, например. А вот так? Да, можно вот так. Ага. Можно вот так. И чуваков должен разместить. Всех пятерых. Можно, опять же, ставить на любой элемент. Можно их хоть вот так ставить. Хоть вот так, как хочешь. Главное, что, ну, естественно, они должны лежать плашмя. И если ты их ставишь на землю, то здесь есть вот такой вот шаблончик. Есть расстояние 1, есть расстояние 2. Если ты ставишь его на землю, то он должен стоять на расстоянии минимум 2 от кирпичика. Ага. Это понятно. Это, короче, это кирпичик. Можно, если что, кирпичик. Брикс, да, это называется брик. Ну, если что, кирпичом можно мерить, а не одинаковым. А. Если что, можно кирпичом мерить. Можешь мерить кирпичом, да. Логично. Все, погнали, ставим. Одновременно или как там я там должен смотреть? Не, 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 вообще собираешь как хочешь. Понял, барабаны. Угу. Так. Нужно же прочно делать. А ворота как должны быть? Как хочешь, ты можешь их поставить хоть вот так, смотри. Не, ну, нужно... Ты можешь ворота поставить хоть вот так. А. Ну, так же не реалистично. Ну, строй реалистично, пожалуйста. У меня вот командир. А твои там что-то это показывают, а мои чуваки такие. С клубком стоят. А мой командир вот здесь стоит, если что. Вот здесь, в зале. Я вижу его через ворота, кстати. Вот, он командует. Вот, через ворота подобьешь, два очка тебе сразу. Вот, эти чуваки стоят на земле. Вот здесь командир у меня, вот, и так далее. Ну, у тебя два места ближе. То есть, первая у нас идет тактическая фаза, в которой ты одну из своих карт с руки можешь сыграть. Можешь не играть. Потом у нас идет фаза прицела. Вот ты свою катапульту в этой фазе можешь перемещать. Вот она может стоять слева или справа от твоей крепости. Тут очерчены границы. Не далее, чем на дистанции два от вот этой вот границы. Не далее. Не далее. Можно ближе. Можно ближе, да. Но тут, на самом деле, тут все разуме раз этого. Ты ее выставляешь и поворачиваешь. То есть, прицеливаешься. Собственно, потом идет фаза стрельбы. Ты заряжаешь катапульту. Но не стреляй так. Ну, пока не буду, да, естественно. Вот. И делаешь выстрел. И потом идет фаза очистки. Смотри, в фазу очистки ты убираешь все кирпичи, которые вылетели за вот эту границу. Они убираются совсем с поля. То есть, которые полностью вылетели. Чуваков, которые улетели за границу, ты тоже убираешь с поля. И те чуваки, которые будут лежать, ну, на боку там как-нибудь упадут, они тоже считаются убитыми. Вот. И за каждого своего убитого чувака ты набираешь себе в руку карты. Ну, если они еще в колоде остались. Ну, у нас всего шесть их в базе. Потом в дополнениях они будут добавляться больше. И, собственно, у тебя появится больше возможностей. Вот и все. Собственно, после этого ходит следующий игрок. И так мы ходим до тех пор, пока не останется... Ну, у кого-то из игроков не будет чуваков живых. Ага. Вот. Карты играются один раз и выходят из игры. Теперь погнали по картам. Давай начнем с этого. Значит, рэпид шот. Быстрый выстрел. Ты стреляешь дважды в этом ходу. Вы не можете двигать оружие на другую локацию между выстрелами. Вам только позволяется его перезарядить с новым, короче, этим... Новым снарядом. То есть ты ее даже не поворачиваешь. Хорошо. Разрешается. То есть ты просто, ну, как бы... Бесполезно. Первый пристрелочный, второй... Ну, у тебя разная сила натяжения будет. Ты же уже первый пристрелял, уже примерно понял. Ну, то есть, как бы... Свойства этой карты понятны. Дальше. Есть карта. Вот такая. Две пешки нарисована. Твин атак. Атака близнецы. Повторите эффект карты, которую вы только что сыграли. Вы или ваш оппонент. Этот already been played. То есть уже была сыграна. Не только что сыграна. Уже была сыграна. То есть ты смотришь там, вспомнишь. А, ты вот это играл, я ее повторяю. Или я играл вот эту, я ее повторяю. Хорошо. Дальше. Чиф. Фиф. Вор. Вор. Ваш оппонент держит ваши карты... Свои карты. Ну, короче, с рубашками. И вы у него одну карту забираете. Забранную карту можно будет сыграть в любом ходу. Можно сразу, можно в следующем. Просто воровство одной карты. Так. Дальше есть Трейтор. Предатель. Ага. Только на этот раунд вы берете контроль над оружием оппонента и стреляете из него вместо своего. Марш. Вот такая карта Марш. Вы убираете мув. То есть убираете три из ваших солдатика, которые в игре, на новые позиции. Ну, совсем по всем правилам. То есть, вы видите, у тебя там пол крепости разрушилась. Ага. Ты им даешь приказ, чтобы они там перестроились как-то. Хорошо. Вот. И последнее, это ребилд. То есть, ты можешь мув any tree of your bricks. You can pick up any brick from your player board or from the box. Да. Или те, которые у тебя на доске, или те, которые у тебя уже убили. Ты можешь их заново выставить. Ну, по обычным правилам. Соблюдая все правила установки. Ну, что, погнали. Кто первый будет ходить? Ну, ходи ты. Я? На! Так, ну, чутка мы пошатнули там фундамент. Что ты там пошатнул? Чувство сосудов. Совесть свою. Давай, мочи. Давай. Ну, это был выстрел просто на 10 баллов. Смотри, вот этот у меня умер. Но это значит, что я на одну карту больше доберу. И... Ну, в смысле, доберешь хотя бы одну. Да. Трофей тебе. А, ну, кинь их просто куда-нибудь. Там, может, там. Ты же их можешь возвращать еще, по-моему. Да, собственно... Моя атака. Давай, трейдер. Предатель. Трейтор. Трейтор. А, ну, поворачивать я могу, правильно? Да. Так. Смотри. Ну, окей. На. Так, чуть-чуть не до конца. Хорош! А, мы можем воспользоваться эффектом ребилд. Эффект ребилд я использую. Ну, и что? Буду восстанавливать чутка свою крепость. Давай. Так. Раз. Два. Тот только вернее. Да, вот так вот он был, да? Так, ну и вот этот. Три. Вот так. Угу. Погнали. Шмаляй. Вая! Нет, вайфая. Я косой, конечно. Ну-ка, ся, сейчас лапешник тебе защитит. Да не защитит. А-а-а! Недолет. Тихо! Ты так не делай лучше. Хорошо. Так, беру одну карту. Так, я хочу играть в вора. Ну-ка, дай мне карту. Ну-ка, ся. Неха, сейчас мы посмотрим, как я прицелился. Чуть-чуть не до конца. Ой-ой-ой. Ну, это было близко. Это было близко. Ну, давай я в вора теперь сыграю. Оба. На, забери свою карту. А это марш, да? Я могу их перестроить, типа. Забери свою карту. Не нужно вообще. Хотя, знаешь что? Знаешь что? Мы, наверное, воспользуемся картой марш. Вот, я использую эту карту. Зачем? Хочу их перестроить. Зачем? Одного сюда. О-о-о! Ща ему прилетит. Пощал. Слушай, а ну я же должен по правилам. Там двух нет. Ему нужно... А давай вот так. Пусть байтит. Псих. Реально. Так, этот, кстати... Давай вот сюда поставим. Это мои твои, где стоят, байтят. Так, смотри. Сейчас мы сделаем суперчеткий выстрел. From my catapult. А! Минус один. Окей, угай. Оп! Молодец. Слушай, убил. Когда будут сыграны хорошие карты, Денис? Хотя, давай я еще одного предателя сыграю. Ну это... Твин, твин атак. Играю ранее сыгранную карту. А, окей. Ранее сыгранную карту я использую с предателем. Совсем просто. Нужно сделать вот так. А-а-а! Перекинул предатель. Не рассчитал. Вот теперь я сыграю предатель, да? Вот. А, ну сейчас вот этого, да? На карту. Попробую убрать. Ну давай. Посмотрим на это со стороны. Переброс. Предатель дебил называется. Играю двойной выстрел. Давай. На! Один сдох. Второй. Эх! Прикольно. Так, я тоже играю двойной выстрел. Ну-ка, ну-ка. Ну это было близко-близко. Ну вот сложно, да, в него попасть. Так. Мочим. А! Последний. Ну что, я победил. Теперь пробуем играть с дополнением. Да. Ну что, друзья, теперь мы играем с дополнением Artificer's Tower. Как сказал Денис, ремесленника башня. Башня ремесленника, да? Да. Что в него входит? Это новые элементы конструкции. Непосредственно башня. Новое орудие. Вот такой таран. Обо всем сейчас скажу. И новый набор карт. Ну, собственно говоря, погнали. Элементы башни. Понятно, вы обязаны тоже, если играете с этим дополнением, построить башню на своем мате. Как работает таран? На игру вы выбираете себе набор из двух орудий. В третьем добавится просто баллиста. И вот все три использовать нельзя. Должны только два каких-то выбрать. В чем прикол тарана? Таран может перемещаться по полю. В фазу прицеливания вы можете поставить на него своего чувака. Здесь вот на таране есть специальное место. И в том случае, если у вас здесь есть чувак, вы можете также в фазу прицеливания двигать таран в сторону. В любую, но желательно к базе противника. На расстояние два. Вот прикладываете шаблончик. И на два у вас таран поехал. Вот так вот он будет. Ехать, ехать, ехать. Бравый солдат. Бравый солдат, да. Стреляете вы все равно только из одного своего орудия. Таран работает вот так. Вот сюда загружаете снаряд. Оттягиваете и стреляете. Тоже его можно там повернуть, как хотите. Новые карты у нас появились. Давайте разберем их значения. Самая простая вот такая карточка. Эта карточка отменяет карточку, сыгранную вашим противником. Ей же можно отменить отмену. То есть смотри, у меня есть отмена. Ага. Я играю какую-то карту. Ты ее отменяешь своей отменой. А я своей отменой отменяю твою отмену. Это понятно. Какой бред. Хорошо. Вот. Дальше. Есть карта, ускоряющая таран. Ваш таран поедет на дополнительные 4 вот этих делений. То есть на 6 он поедет, если вы сыграете эту карту. Ну, давай еще про таран вернемся немножко назад. Расскажу. Если вашего чувака отсюда сбивают с тарана, то ваш таран возвращается к вашей базе. Это понятно. И он не поедет, если на нем нет чувака. Вот. Есть карта улей. Добавляются еще вот такие снаряды. Вы загружаете улей. Вы стреливаете его. Если попадаете, то из него вылетают пчелы. И вы можете переставить трех солдат вашего соперника. Дальше. Есть сломанное колесо. Если вы его играете, то в этом ходу таран вашего соперника может поехать максимум на один. Тамбулап. Если у вас на таране не сидит чувак, то вы можете... Денис. Вы можете выставить на него чувака, который у вас уже убит. Из коробки. А, прикольно. Вот. И якорь. Если вы играете якорь, вы его кладете рядом с вашим этим тараном. И в следующий раз, когда будет сбит чувак с этого места, наездник тарана, то якорь оставит ваш таран на месте. То есть, он не вернется к вашей базе, если у вас есть якорь, он останется там же, где стоял. То есть, вы в следующий ход можете опять туда посадить чувака, и он опять поедет. Улень. Что, серьезно? Да. Ну, ты чипер, конечно. Я на камеру, он все сделал. Что-то... Так. Читатюга. Читатюга. Уга-буга, читерюга. А таран не будешь ты свой двигать? А и то, и то можно? Да, да. Ты его двигаешь в фазу прицеливания. То есть, он постепенно-постепенно едет, если на нем сидит чувак. Бшшшшш. Угу, едет. Теперь улей-шмулей, калаш-мулей Ну, улей, покажи класс Сразу минус два у меня Минус два и тех троих переставляю А сторона можно? Сторона нет, это наездник поторанен А, пчелы! Блин, это был выстрел на 10 баллов Ну все, это два смертника Эх, они от тарана умрут У тебя же есть, может быть, карточка 3 Переставить же, чувака Ну я вот сейчас посмотрю как раз свои карты Эх Нет Ну ты наберешь 2 карты Таран поехал на 2 Ну давай с тарана шмальнем Да, рано еще Ну да он Да рано, рано, он недалеко Я вообще не понимаю даже как он стреляет Я пробовал, он недалеко стреляет Поэтому рано еще Вот скотопульта шмаляй С катапульта С катапульта С скотинопульта Ну я хорошо в прошлой игре стрелял Да А в этой Ух ты как четко, слушай, это был хэдшот Прям хэдшот Прям в лицо Главное крепость вообще не задела Просто одного снял Просто кармить в лесу Так, поскольку у меня минус 2 Я беру 2 карточки И... Не, играть я их все равно только в тактическую фазу Ну естественно Теперь я Давай, короче, твой таран на единичку так поедет У тебя колесико сломалось Ну ладно Сломалось, а колесико Так, можешь попробовать таран тебе впендерить? Да попробуй Ну кстати, не, ближе будет Сейчас пока могу не попасть Хотя, давай попробуем Только попробуй Ловлю Чуть-чуть Поуметь надо Ну там просвистело рядом, конечно Так, вот Теперь тактика Подожди, я одну добираю Добираешь? Подожди, а предатель только на катапульту? Вэпон Эхэхэхэхэ Да ну Ну да Ну давай, во-первых, мы сделаем ребилд Давай А чё тут ребилдить? Непонятно Давай мы им подпорку сделаем Короче Чтоб не улетели Клади их уже Да, он тут еле стоит Ну вот так Хорошо Это подпорка не спасет, конечно Никого Давай вот так Ну вот Ну типа, прикинь, вот так Дыньс И об этом киеве стояли Ну это, конечно, из области фантастики Ну всё Так Таранчик едет на один Ой, я забыл, что там подъедет Ну подвигай Да чё ты подвигай? Я его и ушатаю сейчас О, давай Вот он медленный Я не знаю, на что он рассчитан Давай с катапульта Всё-таки Так, давай Ловить О, прям в пузе Паримал Она к тебе покатилась Подстава А, ну я подниму Плюс две карты у меня Так Мой ход My heart My heart, my heart, my heart Ну давай, трейдер Чё? Упускать такой номер? Шмальнуть с тарана Пока он близко у тебя Я считаю, надо Я хочу сыграть твин-атак И повторить твой улей Давай Улей, кстати, тяжелее Чем вот этот он Да? Да Берём вот это Так, подожди Надо видеть выражение лица Дениса Давай Мне в глаз только не попади На Слушай, он хорош прям Улей прям хорош Ну у тебя тут один остался, да? Ну Вот так Может было вообще вот сюда, но ладно Ой-ой-ой, ну ты косой, конечно Ты можешь их перегруппировать Ну нормально там пацаны стоят Не пробуй Ага Ну тут да, менее устойчиво Я сыграл марш И мы, естественно Делаем что-то вот типа того Таран поехал Стреляем Ну я такого не вижу Ну ладно Ну я должен буду просто его старана сбить тогда для выигрыша и всё Туу Готов Как-то он интересно повис, конечно Ну подожди, он же не упал Но он не стоит У него подставка оторвалась от земли Вот он зажалом Меж камней Кто там Так, кстати, её добирает Давай Я играю двойной выстрел Таран на два ходит Ладно Двойной выстрел мы отменяем Ну хорошо Старана Давай Старана по тарану? Ну это будет легко Я думаю Аааа Вон как он катится Да, то есть по тарану не вариант стрелять Ну хорошо Так Смотри У меня есть ускоритель тарана Он поедет на шесть в этом ходу И попробую А где там? А, у тебя только таран остался Ну давай Пробуем сделать это Не Он непробиваемый Ты всё решил по тарану Да Да бесполезно Нет, бесполезно Я буду Мне просто интересно Можно сбить или не можно Попробуй Да давай ульем попробуем Эх Блин, улье ещё важно правильно зарядить Его можно положить вот так А можно вот так Он полетит по-разному В общем ещё прикол Дай его чё-нибудь Сопру тебе Да было бы чё На Последнюю карту добрал И тут же могу сыграть У тебя колесо сломано на таране Да без проблем Ну поеду на один Удачи Вот интересно Не О, не Попробуем вот Да Не Ну у меня челиндж Да не убьешь ты мой таран, угомонись По-моему, у тебя человечки прочнее сидят Да Вот давай сейчас вот так вот просто сделаем И мой упадет Да? Да Итак, что входит в дополнение Сидж Во-первых, самое интересное, это новое оружие Баллиста, вот так оно выглядит Заряжаем сюда снаряд И стреляем, ну пока Денис там строит Мы ему в лобешник сейчас стреляем На, ой Как-то так оно стреляет Почти в лобешник Вот, новые наборы миниатюр Вот такие вот девушки-воины появились Кучерявые, с копьями Элементы И у меня вот такие Еще двое ворот Ну там камера на тебя тоже показывает Да ничего она не показывает Девочки, но постройнее Хотя мои в каком-то платье Так, не важно Новые элементы крепости появились Сейчас мы будем играть Всеми теперь тремя дополнениями И карты Новые карты Вот эта карта повреждает На один ход оружие вашего оппонента Выкладываете эту карту И говорите, что с этого оружия Ты в этом ходу не стреляешь Ну на один ход Есть карта отменяющая Дэмэдж Карта репейр Соответственно, если у оппонента есть эта карта Он может сказать Ничего подобного Я его починил Вот Эта карта позволяет вам взять карту Из вашего сброса И можете сыграть дополнительную карту Если вы играете Карта восстанавливает Одного из ваших павших солдатиков Играете и прямо из коробки Ну или откуда там Убитого Возвращаете Вот эта карта называется Long Shot Она позволяет вам сделать дополнительный выстрел Но этот выстрел вы делаете Выставив свое орудие За крепость Расстояние до двух Сзади вашей крепости Поэтому крепость надо, смотри Имейте ввиду, чтобы там место оставалось Чуть-чуть ближе в этот раз будем ставить И эта карта называется Just a scratch Просто царапина Next time one of your troops should go into box Play them back in new position Play them back То есть ну как бы она спасает одного чувачка Короче у меня получилось вот такое Это непонятное разноражение Построил красивым Да Не, вот это некрасиво Ну пусть вот здесь Близфф У Денчика там симметрия Прям эльфийская какая-то Один он там в дозорной башне Да А у меня просто баррикады И сзади неё колодец Калоооооудец мы оставили карты из базы и две карты из второго топа это улей и отмена пули потому что они прикольно ну почти это уже так ну чё мы тоже из баллисты шмальнем снаряд уже заряжен у меня давай мне прям глаз сюда смотри целься на мой глаз блин она где-то цепляется к вот я про тоже там то ли заусенец какой-то то ли чё но выстрел был сильный кстати если бы попал развалив бы ползарка мне нравится она я с катапульта а чё не туда никто не умер нет это сложно практически не цели стреляю нормально нормально так я это копирую твой лонгшот таки fire it again то есть тот же вэп он должен стрелять ну короче ладно давай уж так сыграем ну ладно вау ну вот это вот смотри вот это легла девчонка все покажу прилетела ей но она откинулась такая об на бордюрчик прилегла здесь ничего я из дискарда поднимаю лонгшот и его играю то есть будут делать опять же два выстрела первый из катапульты вот отсюда вынес ворота дальше дальше нереальный выстрел хорошо там прочно стены стоят так добираю одну да я играю трейтер предатель блин это мне сейчас прилетит а все выстрел был ну как так то девчонок моих минус 2 минус 1 она просто улетела она вышла из чата добирай добирай сейчас мы твою башню будем ломать так косой смотри как прикольно получилось вот это вылетела это умырла это упала а это в колодец но она там стоит ровно она стоит да я не спорю и пчелы ее выгнали выгнали ее пчелы из колос тут конечно победа за тобой грязные приемчики ты играешь грязные и добро двоих продолжаем стреляла давай из баллисты на наш манин у тебя выпадывает из баллисты да что ты будешь делать странное орудие это баллисты это для предателей да были бы эти предатели но я играю лонг шот добираю 3 лонг шот шанглот ванглот так мне сильно много не надо вот примерно вот ох хорош она аж перевернулась и в обломки упала хоть раз я выиграл ну короче если ты сейчас ее не убил у меня была карта которая восстанавливает одного человека у меня тоже есть могли бы еще поиграть ну что что про игру скажешь мы отдельным видео наверное выложим вам режим осады потому что ну чтобы не затягивать мы показали вам обычную обычные варианты по отдельности все давай режим осады четвером собираем ну можно можно я вам вкратце расскажу как проходит режим осады значит вы строите из всех кубиков большой замок в центре стола выставляете кубики по очереди потом выбираете цель вашу ваших револс да которые ну миниатюрки на которых вы будете охотитесь одну ставите перед собой чтобы помнить кто ваша цель остальные четыре вы расставляете в этом замке и по очереди в центр стола тоже с расстояния полутора метров стреляете из разных орудий как кирпичики вы тоже собираете себе они там победные очки дают и сбитые вами миниатюрки тоже приносят победные очки кто в конце больше настрелял собственно когда кто-то из игроков выбил всех своих револс игра заканчивается и считаете у кого больше настреляно в общем вот такой вот режим можно играть вчетвером да поскольку добавилось еще два набора миниатюр теперь можно два четыре игрока играть вот так вот что по игре скажешь прикольно прикольно но она такая вот веселая с детьми играть вообще с детьми да с детьми вообще сама тема дети такое обожают поэтому чем-то мне напомнило эти Angry Birds тоже была такая игра там тоже катапунта там рогатка была надо было тоже стрелять причем у нас ее настольный вариант настольный вариант да тоже там кубики такие были чем-то меня это напомнило но здесь прикольно тем что типа две крепости и всякие карты интересные и орудия разные прикольно по орудиям на самом деле мне таран даже больше понравился чем эта баллиста она вообще никакая ну с нее нужно научиться стрелять научиться стрелять тяжело да она как-то хитрая она бьет сильно но нужно прям контролировать выстрел да ну а так прикольно прикольно мне очень понравился согласен даже знаешь несмотря на то что я проиграл даже знаешь играл то праздник тяпо дня рождения то и можно просто по очереди то есть вы например там делитесь трое на трем и просто за одну крепость по очереди стреляете по очереди стреляете да мне тоже понравилось я вот себе тоже скорее супу брать потому что игра прикольная она такая ну для я такое люблю у меня он всякий там блин есть там лесс – ключ Anthony она необычная она и прикольная ну то есть реально я буду брать тоже Вот Ну что На этом будем заканчивать С вами был канал Твой Игровой Всем пока Пока-пока Ули с пчелами летит Да ну прямо в башню Это все зловред Филипп Выстрелил вальяжно Дэн подкатывал таран Но Филипп как таракан Крепко за рулем сидит И усами шевелит Из баллисты Дэн стреляет Фил в колодец отлетает А в колодце пчелы Очень развеселы